Вопросы демографии сегодня одни из главных в целом в мире и отрицательная динамика имеет такой затяжной характер, как показывает уже вся информация, которую мы обладаем. Ну и нельзя не обратить внимание, что президент Владимир Владимирович Путин свое послание начал именно с вопросов демографии. Судьба России, именно он сказал, зависит от того, сколько нас будет. Мы вступили в сложный, очень сложный демографический период. Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия. Поэтому мы также обладаем показателями практически последнего десятилетия. Видим по Саратовской области, если 2012-2016, рождаемость у нас, конечно, была, можно так сказать, на пике, но начиная уже с 2016 года мы видим, конечно, снижение этого показателя. И хотелось бы все-таки остановиться на статистике по 2019 году и объяснить причины, почему это происходит. Для Саратовской области, прежде всего, характерна тенденция ежегодного сокращения числа жителей. В целом, за 2019 год у нас сокращение на 19 030 человек. И население составило 2 млн 421 тысяча человек. Снижение численности населения обусловлено естественной и миграционной убылью. Надо об этом сказать. И динамика миграционных потоков и отрицательность сальдо миграции населения между регионами России не позволяет рассматривать миграцию в качестве реального источника. И мы это с вами не один раз обсуждали. Понимаем ситуацию в разрезе каждого муниципального образования, каждого поселения. И большая работа в этом направлении проводится. По итогам 2019 года естественная убыль составила 13 403 человека. Миграционная убыль 5 627 человек. Неблагополучие в процессах естественного воспроизводства населения обусловлено. В первую очередь низким уровнем рождаемости. И я сказал, что до 16-го года включительно это был пик рождаемости. В 16-го года мы наблюдаем снижение. Суммарный коэффициент рождаемости составляет в настоящее время 1,361 против 2,14 необходимых для простого замещения поколения родителей поколением детей. В 2019 году в Саратовской области продолжилась тенденция снижения рождаемости, характерная, как я сказал уже, для многих территорий Российской Федерации. По данным Единого государственного реестра ЗАГС, за 2019 год родилось 20 147 человек. Коэффициент рождаемости составил 8,3 на тысячу населения. Объективный фактор снижения рождаемости, прежде всего, уменьшение числа женщин активного репродуктивного возраста 20-29 лет, на которых приходится более половины всех рождений, только за 2018 год их количество уменьшилось на 10 тысяч. И надо отметить, что примерно такая тенденция сохранится до 2028 года. Мы на эти процессы обязаны влиять, и я ниже скажу, как это будет происходить, но тенденция такая вот в отрицательной динамике, мы ее уже просчитываем. Отмечается тенденция снижения количества детей, родившихся первыми на 9,2%, вторыми на 12,6%, третьими на 6,6%, при этом увеличивается доля четвертых и последующих детей на 5,9%. Определенные влияния на показатель рождаемости оказывает брачная структура. Более поздние вступления в брак ведут к росту среднего возраста матери при рождении детей. Дополнительные меры, направленные на увеличение рождаемости, введенные в 2019 году, позволят оценить положительный эффект только в 2020 году. На территории области отмечена многолетняя тенденция увеличения численности населения старше трудоспособного возраста, это тоже надо иметь в виду, что указывает о демографическом старении населения. За последний год число лиц старше трудоспособного возраста возросло на 6,3 тысяч человек. Эта тенденция не очень хорошая. Доля населения этой возрастной группы в общей численности возросла с 20,7% на 1,01-2018 до 28,2% на 1,01-2019 года. Мы и так отмечали в структуре населения, что у нас на 2% средний показатель старшего населения пожилого возраста выше, чем средний по Российской Федерации. Это, конечно, надо отмечать и разъяснять, почему эти процессы происходят. В структуре населения в целом удельная речь пожилых людей старше 65 лет, выше, чем по Российской Федерации. 17 против 15% соответственно. Поэтому и отсюда как бы показатель, что в среднесрочной перспективе данная динамика будет продолжена на фоне снижения численности трудоспособного населения, что может привести к росту числа умерших за счет высокой смертности лиц старшего трудоспособного возраста. Когда мы естественную убыль характеризуем, мы должны это обязательно разъяснять, потому что здесь баланс такой, который отражает как раз отрицательную сторону. В 2019 году в Саратовской области наметилась устойчивая тенденция к снижению смертности населения. Это надо отметить. Коэффициент общей смертности по итогам 2019 года 13,7% на 1000 населения, что на 1,4% ниже 2018 года. Это положительный показатель и о нем надо обязательно говорить. С начала 2019 года регистрируется снижение смертности и по показателям. То есть та работа, которая проводилась в последнее время нашим министерствам здравоохранения, это надо отметить. Это не случайно такая тенденция. Хотя я еще раз говорю, что процент в структуре населения именно пожилого населения, он на 2% выше, чем среднероссийский показатель и выше, чем у нас показатель по Привожскому федеральному округу. Наиболее полным универсальным индикатором качества жизни в регионе качества социальной политики и состояния региональной медицины является средняя ожидаемость продолжительности жизни. По данным Росстата, ожидаемые продолжительности жизни в области за 2018 год достигли исторического максимума 73 года. По России 72,9%, по ПФО 72,4%. Именно меры, принимаемые Министерством здравоохранения, проводимая целенаправленная работа по развитию службы родоспоможения и детства в области, позволила в 2019 году на 17% снизить уровень младенческой смерти. Это один из главных показателей, на который мы все последнее время были сориентированы. С 4,7% до 3,9% случаев на тысячу родившихся живыми. У нас не было никогда такого показателя. Сохранение репродуктивного здоровья и рождения здоровых детей способствует профилактика абортов. На 1,1,20% в области функционирует 58 кабинетов медико-социальной помощи беременным. Об этом очень часто тоже разговоры идут. И здесь показатели у нас тоже неплохие. В 2019 году выполнено 1118 процедуры КОЗ за счет средств ОМС. Это тоже поддержка молодых семей. Продолжаются мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным острыми сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В области проводится широкомасштабная программа диспансеризации населения. Все вместе это, конечно, дает отражение. Поэтому мы должны ориентироваться здесь именно в этой части, как мы и говорили, на укрепление с 2020 года. Новые совершенно программы. Это укрепление первичного звена. И в этой части мы уже большую работу проводим. Это прежде всего и наши модульные ФАПы, которые за последние годы мы ставим новые совершенно по всей территории Саратовской области. Это реконструкция ФАПов и укрепление уже детства первичного звена отчасти. Поэтому сосудистые центры, все это вместе, конечно, дает положительные такие моменты. Но есть еще над чем работать. Резервы еще и в этой части есть. Информация об оценке миграционных перемещений здесь, по оперативным данным Саратовстата, по итогам 2019 года, в области сложилась миграционная убыль населения, которая составила, как я уже сказал, 5627 человек, что, надо подчеркнуть, в 1,8 раза меньше уровня аналогичного периода 2018 года. Это хороший показатель. Но тоже есть над чем работать. И здесь просто каким-то одним предложением это все не скажешь. А надо говорить, что это комплекс мероприятий абсолютно от всех зависящих. И вот я хотел бы сказать, в соответствии с прогнозом численности населения Саратовской области, на период до 2035 года, подготовленный Саратовстатом, миграционная убыль будет иметь устойчивую тенденцию к сокращению. Это хороший тренд. Поэтому в этой части комплекс мероприятий, которые наметили, а что именно к этому относится. Не менее важный, надо сказать, этот комплекс мероприятий, как обозначил, реализация мероприятий по снижению уровня бедности. В этой части много мы слышали и в послании президента, и те мероприятия, которые уже сегодня работают. Область вошла, надо сказать, в пилотные регионы. Реализация программы позволит совершенствовать систему оказания адресной помощи социально незащищенным слоям населения, определить основные меры, направленные на повышение доходов населения области и снижение уровня бедности путем представления государственной социальной помощи на основании социального контракта. Также реализация мероприятий направленных на рост заработной платы. И в этой части мы с вами провели большую работу в конце года, особенно по работникам бюджетной сферы, как по указным категориям, так и по всем работникам бюджетной сферы. Это тоже сделало большой такой шаг в решении, который позволит нам, наверное, по итогам, вот мы еще не имеем статистики, все-таки среднюю заработную плату иметь уже около 30 или 30 тысяч рублей. Это будет тоже хороший показатель. И в Привожском федеральном округе мы должны все-таки первый шаг сделать войти там ниже десятки, а где-то стремиться к седьмым, к восьмым по показателям. И для этого есть и основания. Ну и, конечно, большую работу продолжать проводить со всеми отраслями, со всеми предприятиями, особенно ведущими предприятиями. Вот у меня сегодня стоялся разговор с одним руководителем. Мы более часа посвятили этому очень необходимому разговору для того, чтобы все-таки наши предприятия уровня российского практически не имели зарплату сегодня. 12-14 тысяч. Вот они мне обещали по январю с 12, если на конец года прошедшего года, выйти на 26 тысяч рублей по предприятию. Но это будет недостаточно, потому что мы сегодня уже средняя зарплата, как сказала статистика, подведет в скорые итоги. Мы будем иметь уже конкретные показатели. Программа развития отдаленных районов, мы с вами тоже акцент делаем на это. И в рамках национального проекта, и государственных программ, прежде всего, укрепления кадров на именно отдаленных муниципальных районных центрах, прежде всего. Это принципиально важно. Здравоохранение, образование и других бюджетных направлений для того, чтобы в целом укреплить позицию отдаленных территорий. Потому что территории сегодня проживает где 10 тысяч с половиной человек, 12 тысяч человек. Уже имея все-таки потенциал и направление в своей части как сельскохозяйственной территории, это недостаточное количество людей для того, чтобы заниматься нормальным производством в этих районах. И, соответственно, чтобы была нормальная занятость, хорошая заработная плата. Поэтому комплекс мероприятий, которые мы сегодня проводим, и укрепление, прежде всего, первичного звена в медицине, кадровая политика, как через наш университет, так и через наши средние учебные учреждения, для того, чтобы особенно приоритетную задачу, которую мы поставили на краткосрочную перспективу, именно до 2023 года, ее надо решить. Потому что без этого комплекса, вот те, тот отток, прежде всего, о котором мы говорим, миграционные потоки, их будет очень сложно сдерживать. Только занятость и хорошая заработная плата для трудоспособного населения является таким вот главным аргументом для того, чтобы наши сегодня жители трудоспособного возраста не переезжали в другие территории. Меры социальной поддержки семей с детьми тоже, прежде всего, обозначены в послании президента. Наша главная задача довести до каждого жителя и подводить итоги, я имею в виду по месячным, по кварталам, для того, чтобы говорить, насколько эта поддержка сегодня работает. Малоимущие население или жители на нашей территории также работа здесь комплексная проводится и большие ресурсы заложены у нас через Министерство социального обслуживания населения, прежде всего. Здесь тоже очень хорошие подспорья, поэтому и многодетные семьи, в частности по многодетным семьям у нас еще есть именно по индивидуальным застройкам вопросы, но здесь потихоньку мы через инвест-программы наших партнеров тоже начинаем продвигаться. Поэтому, о чем в итоге хочу сказать, что вопросы в этом направлении еще остаются, поэтому наша задача максимально повлиять, где это возможно, прежде всего на миграционный отток, и мы здесь понимаем, что делать в ближайшей перспективе. Ну и, конечно, вопросы рождаемости остаются сегодня на повестке. Пик, еще раз повторяю, до 2017 года был, это 28 тысяч рождений было, сегодня ушли на 20 тысяч. В этой части, несмотря на то, что есть снижение именно женщин репродуктивного возраста, но в целом в количестве потенциала еще достаточный, более 400 тысяч таких женщин проживает на территории, такого возраста женщин проживает на территории Саратовской области, Поэтому надо комплекс мероприятий, о которых мы говорили, им заниматься. Вот я хотел бы, чтобы мы до населения тоже доводили, чтобы у нас никаких таких критических явлений в этой части не было, потому что все надо разъяснять. Вся эта социология, вся эта статистика, она всегда объяснима. Это не в плане оправдания, а в плане конкретного объяснения, чтобы не апеллировали, не передергивали конкретные цифры, которые по итогам у нас получили. Это вот первая часть, о чем я хотел сказать, о ситуации демографии. Ну и по остальным вопросам, которые сегодня на повестке, я не просто хотел сказать, что по бюджету поработать, а надо по бюджету и по расходной части поработать. Потому что, Вадим Геннадьевич, есть те цифры, которые сегодня говорят сами за себя, и расходная часть с учетом увеличения заработной платы, но с учетом одного показателя такой зимы, у нас ничего в области ТЭРа не уменьшилось абсолютно. Поэтому это ваше направление, которое вы даете посыл каждому министерству, и мы должны здесь все-таки посмотреть. Вот посмотрите, сегодня происходит у нас дополнительные каникулы, будем говорить, для детей, а уменьшения в расходной части бюджета нет. Поэтому эффективность расходований должна подтверждаться постоянно. На некоторые моменты хотел бы еще сконцентрировать, предлагаю на ваше рассмотрение изменения в структуре правительства, создать новое министерство цифрового развития и связи с учетом новых вызовов времени, путем перераспределения полномочий между министерствами. Это не просто дополнительно еще какие-то полномочия взять, у нас внутри Министерство промышленности, Министерство экономики, Министерство печати и связи. Вот эти сконцентрированные, Александр Михайлович, так полномочия, чтобы они максимально отвечали той задаче, которая сегодня поставлена и президентом, и временем именно на территории Саратовской области. И просил бы создать Министерство труда и социального развития, объединив два министерства. Создать ситуационный центр. Мы видели последнее посещение на совещании по местному с управлением в Московской области президентом, где губернатор Московской области показывал именно центр работы с населением. В таком онлайн-режиме, где через социальные сети мониторятся все обращения жителей, есть то время, то сроки обратной связи, есть публичная презентация всего этого. Вот Александр Михайлович и Игорь Иванович попросил бы вот такую до июня месяца тоже центр создать. Мы работаем над ситуационным центром, тот, который есть в определенном регламенте, но дополнительно просил бы первоначально обратить вот на это внимание, потому что это постоянно мы в этом совершенствовании. Ну и, конечно, по демографии я попросил бы Александра Михайловича в течение 10 дней вместе с коллегами подготовить ряд предложений, на что мы могли бы предметно добавить, обратить внимание, чтобы здесь тоже вопросы демографии, они были ближе сбалансированными. И тот прогноз, та стратегия, которая у нас есть в расчете и в нашей демографической политике, и в стратегии развития региона, вот отразить именно в этих показателях долгосрочных. Это принципиально важно. Продолжение следует...